приветствую друзья сегодня долгожданный многими обзор сожалению мне приходилось уехать но я все это время тестировал эйго mp3 105 на самом деле слова mp3 они зря приписали потому что она здесь не к силу не городу digital player 105 он действительно на уровне хай-фая батарея в нем 1500 миллиампер час заявлено но она же есть приходит вот такой коробочке эйджи можно или не знаю игру как как правильно читать это слово напишите в комментариях если кто знает здесь можно проверить подлинность устройства есть сайт на котором собственно это устройство сайт изготовителя но на сайте изготовителя друзья сразу скажу пытался с ними связаться они конечно реагируют отвечают на вопросы но прошивок на сайте нет но просто будут ли новые прошивки очень зыбки потому что они говорят если вы найдете какие-то проблемы мы выпустим новую прошивку я им сказал проблемы проблемы есть но как проблемы в кавычках проблемы русский язык не очень корректный я вам говорю давайте переведу на русский язык а вы просто воткнете выпустите новую прошивку то они пока как-то вот очень 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 к этому относятся не очень возможно будет перевод на русский язык в моем исполнении на текущий момент рекомендую если у вас этот плеер или вы думаете покупать вам придется его использовать на английском языке используя его старом своем чехле от фил на распаковке мы его взвешивали но мы взвесим сейчас еще раз не вопрос это сделать просто некоторые распаковку наверное не видели и многим людям может быть интересно собственно какой же вес у аппаратом аппарат не из легких почти 180 грамм 179 то есть при использовании его я часто даже забывал что у меня не фил то есть настолько он прям похож он отлично вошел в чехол от фил ну по использованию полностью металлический кнопочка сверху удобно включил выключил также эта кнопка у нас видите блокировка еще раз нажали разблокировка боковые кнопки громкости также удобны нажимаем кнопку и можно дальше крутить колесико колесико офигенское удобное мне нравится единственное что действительно колесико было плагичнее здесь делать но исходя из того что разъемы под наушники и разъем под линейного выхода находится снизу вот так вот они помещены у меня в кармашек чтобы наушники собственно торчали вверх и получается что пользуется большую часть вот так этим плеером кверх ногами то сделали бы они переворот картинки было вообще очень круто но его нет так собственно основном колесико отвечает за переход по трекам громкость но для того чтобы груза громкость отвечали надо нажать на громкость и собственно в меню сейчас выйдем зажимаем кнопку меню и должны выйти я начну знаете вот так вот не очень корректно как вот вспомню так и буду рассказывать то есть хорошо конечно сразу характеристик начинать но я так не буду делать менюшка на солнце экран слепнет по-моему 320 на 240 тфт экран вроде как некоторые говорят даже что и ps он вроде как и хороший угол обзора но друзья на солнце не видно ни хрена но как и в любых других плеерах очень редко в плееры ставят прям супер экран как видите у меня английский язык settings здесь настройки давайте в них зайдем выключение через какое время дисплей settings это время подсветки и все то есть не яркости не контрастности ничего нету language языков много есть русский но русский язык вообще некорректный там вообще бред какой-то написан рекомендую использовать английский если мне удастся уговорить производителя сделать им перевод я сам сделаю перевод и будет все с ним круто то player information disk space то есть обновления никаких обновлений сейчас пока нет сброс на заводские настройки и выход но выход можно просто сделать так дальше есть еще play settings то есть настройки проигрывания есть shuffle есть повторение запоминать трек вот многим это важно особенно если аудиокниги слушаете громкость по умолчанию ну и в громкость линейного выхода вот что здесь есть можно добавлять в мои любимые есть эквалайзер видите какой мне эквалайзер выставлен эквалайзера очень много разных предустановок и есть собственно кастомный только один сейчас у меня как видите странный довольно эквалайзер но я потом объясню почему я поднял 4 килогерца то есть я вот с таким эквалайзером слушаем без эквалайзера player звучит существенно громче но с эквалайзером звучит существенно корректнее то есть даже если я 4 герца опущу не с эквалайзером качество звучания нравится больше хотя общая громкость при этом падает а если поднять 4 килогерца получается просто ништяковый звук чуть попозже расскажу так эквалайзер он вынесен вообще отдельно навигация ну собственно навигация по папкам внутренняя память внутри у меня 8 гигабайт и есть навигация по картам памяти выходим дальше звук по классификациям артисты и альбомы я такой не использую для меня гораздо удобнее это по папкам навигация музыка возвращаемся в текущую музыку текущую композицию как видите обложки отображаются отображение бложек включается в настройках то есть с этим вопросов никаких нет дальше смотрим что у нас есть мы все то есть пункта в меню не так много по поводу железа друзья здесь установлен стерео кодек 8965 я так подозреваю что это новая от вольфсона много сейчас купил цирис logic поэтому новинка цирис logic скорее всего это в м 89 65 это как продолжение в м 89 62 89 62 недавно выпустил цирис logic 89 60 61 это были все кодеки от вольфсона довольно неплохие кодеки 24 битные здесь реально 24 битный плеер но за счет того что это кодек мы имеем как плюсы так и минусов плюсы что отнесем время работы более 20 часов друзья вот реально его третий день не могу посадить я не знаю что с ним надо делать только половина заряда три дня вот очень активного использования практически целый день не знаю что с ним еще делать очень долго работает это плюс а минус конечно же хотя 24 битный но все-таки dsd нет кстати нет поддержки куем но у него еще частотность до 48 килогерц то есть вот эти вот что 192 которые бывают в обычных цапов здесь нет здесь 24 бита 48 килогерц то есть но практически знаете идет на уровне мульти битов вот мульти биты они все да по моему до сиди качества понижают а здесь в принципе такой же сиди качество только есть еще и 24 бита кури как я уже сказал не поддерживаются эквалайзер отличные то есть здесь используется диспе от texas instruments который тмс 320 c 764 x отличный dsp то есть от серьезного производителя texas instruments кроме того усилок для наушников используется tpa 61 30 а 2 тоже высокого качества усилитель но это реально усилитель для наушников который обычно ставится в связке с кодеками то здесь все так очень взаимосвязано надписи конечно красивые но их зачастую на фотографиях кстати плохо видно те кто будет смотреть текстовый обзор читать на фотографиях надписи эти не очень видны сзади было раньше пленочка ее снял на экране пленочку оставил то есть пленку рекомендую оставлять так и usb дак многие спрашивали есть нет но поскольку тут выделенного дака нет то есть цапа то здесь usb дака тоже к сожалению нет он не работает как звуковая карта хотя ценник у него около 100 долларов по детализации звука что могу сказать во первых на чем я слушал все это все время у меня спрашивают на чем ты это слушаешь я использовал huawei а м 180 свои любимые затычки затычки отличного уровня но когда втыкаешь гарнитуру он работает с нажатой кнопкой чтобы этого не было я использовал лайфхак друзья обычный переходник то есть вот так я втыкаю у меня все шикарно работает мне в принципе это достаточно и это нормально то есть для тех кто хочет использовать гарнитуру но соответственно кнопки перестают работать шумоподавление работает здесь кнопка как ответа на звонок не работает да и какой звонок здесь может быть то есть вот такой переходничок решить все вопросы и вторую на чем я использовал тестировал на sony то есть поначалу я начал тестировать на этих наушников и просто офигел качество звука реально очень хорошее просто нереально хорошая для кодека хотя кодеков прослушал очень много и поэтому я подключил уже действительно свои sony 7510 студийные мониторы все их убираю они больше не нужны и как бы только на них я начал различать по детализации друзья сравнивал в основном со своим meizu mx4 pro здесь стоит выделенный цап от есс топовый цап и что я могу сказать друзья детализация здесь чуть чуть выше то есть чтобы услышать эту разницу надо реально прислушиваться по поводу вот таких простых вопросов а может ли он одновременно играть и заряжаться да может запоминает ли он позицию до запоминает имеет shuffle есть блокировка клавиш поначалу не хватает высоких частот вот это кстати мы возвращаемся к эквалайзеру зачем я собственно поставил такой эквалайзер хотя без эквалайзера звучит громко но без эквалайзера звучит некорректно вот такой эквалайзер поднимаю на 4 килогерца на одну единицу и качество звука практически не отличимо от флагманского чипа и сс который установлен на meizu mx4 pro то есть в такой вот связке с таким простым эквалайзером исходя из того что здесь дсп стоит от эксас инструмент с эквалайзером все отлично то есть гораздо лучше чем фио это сделано у фио с эквалайзером эквалайзер какой-то знаете сделаны на коленке здесь эквалайзер действительно качественный действительно здоровский вопросов нет я поднял 4 килогерца и отличить звук вот этих двух аппаратов можно только очень очень прислушиваясь и в очень хороших наушниках то есть которые могут показать эту разницу в детализации изначально мне казалось что недостаточно баса и недостаточно высоких зачем они сделали этот спад на 4 килогерца непонятно но поднимая 4 килогерца мы получаем просто шикарную по детализации у детализации выходит на уровень и как бы в общее качество звучания поднимается громко здесь просто от без эквалайзера просто ужасающие по характеристикам это 80 милливатт общая то есть по 40 милливатт на канал но когда подключаем эквалайзер вот без эквалайзера я слушал в условиях наверное аудио книг или какой-то экономии без эквалайзера слушал на 13 пунктах из 100 с эквалайзером поднимают до 26 то есть практически в два раза то есть сам эквалайзера судя по всему немножечко придавливает звук но на мой взгляд с эквалайзером качество звука реально поднимается даже если в эквалайзере ничего не поднять вот линейное поставить то качество звука улучшается то есть что-то без эквалайзера они там программно намудрили то есть рекомендую включать кастом на эквалайзер даже если он просто прямой а если поднимите 4 килогерца то вообще качество звука вам очень понравится если говорить об общих звуках sub bass есть отличный sub bass друзья шикарно отыгрывает на любых наушниках низкие частоты слушал контрабас претензий контрабаса нет есть небольшая недостаток детализации но друзья это я услышал только уже на профессиональных мониторах то есть если вы слушаете где-то в метро на улице вот таких вот затычек вообще не проблема все отлично по средним частотам все шикарно было изначально то есть среднечастотные какие-то инструменты типа фортепиано звучат великолепно высокие частоты как я говорил на 4 килогерца немножечко надо поднять ну в общем друзья что я могу сказать об этом плеере плеера мне понравился причем реально понравился от кодека я подобного качества не ожидал то есть у меня было много плееров на кодеке и это всегда было что-то пластиковое что-то очень очень простое а здесь мы получаем на кодеке звук практически аналогичный мэйзу не знаю на мэйзу стоит и сс то есть и сс это реально это прям топ-топ это один из топовых цапов которые ставят там на плееры которые стоят под 50 тысяч рублей выше а здесь собственно обычный кодек от sirius logic обычный усилитель для наушников неплохой кстати dsp но все очень круто единственно что подправить бы русский язык если удастся и для некоторых может быть ограничение отсутствие dsd поддержки и отсутствие частотности выше 48 килогерц то есть 24 бита 48 килогерц у всех форматов хотя изначально заявлено что 24 бита играет только в но я проигрывал и флаг и и на 24 бита 48 килогерц и они нормально работают то есть судя по всему изначально они сделали 24 битным только вы а потом дорабатывая прошивку для своих других плееров они все это вывели на хороший уровень то есть даунсампли ничего не надо 24 бита 48 килогерц отлично играет как в вейф так флаг так и и ну и так и все остальные там mp3 все это отлично играется могу ли я рекомендовать его друзья найти его можно в разных местах по разным ценам мне он очень понравился реально очень понравился то есть как плеер на кодеке он реально крутой реально очень хорош то есть лучше его на кодеке я ничего не слышал на мой взгляд отличная машинка то есть я ее если будет слепой тест между meizu mx4 pro на и сессии и здесь на кодеке от цирис logic я скорее всего не отличу большинство композиций особенно если наушники будут не топового уровня то есть для повседневного такого использования могу рекомендовать вот реально классный плеер многие люди просят сравнения этого плеера с фио x1 x32 но я могу сказать что фио x32 конечно детализация повыше на мой взгляд даже получше у него эргономика хотя здесь тоже сенсорного ничего нет ну если сравнивать и выбирать между этим аппаратом и фио x32 если деньги не важно я бы рекомендовал все таки остановиться на фио но с другой стороны кому важно 20 часов музыки и выше вот этот аппарат вот реально потому что свое время когда я переходил с кого он g3 на фио мне реально не хватало то есть раньше заряжал свой плеер примерно раз в неделю и этот плеер вы будете заряжать не чаще чем раз в неделю а плеер на цапе типа фио x32 вы будете заряжать каждый день хотя конечно по качеству звука там есть и юсби дак ну вот так если мне пришлось бы выбирать между этим аппаратом и фио x1 я бы взял этот то есть фио x1 по низким частотам плохо здесь же с низкими частотами все шикарно что бас что саббас конечно круто если сравнивать этот аппарат то су или 777 то по удобству конечно же этот удобнее круче но как бы все равно предпочел бы свою линию то есть по качеству звука все-таки детализация он до именно до цаповых плееров немножечко не дотягивает но и соответственно по мощности усилителя но для тех у кого наушники по моему он вытягивает наушники максимум на 100 ом то есть выше 100 ом лучше не подключать обычно цаповые у них стоят усилители они вытягивают чуть ли там 200 300 ом то есть вот смотрите еще по этому параметру на мой взгляд все с этим плеером офигенно самый его мега плюс конечно же это время работы и качество звука здесь тоже шикарная то есть вот на уровне на уровне но все-таки детализация что здесь что фио x3 2 что в свой линь 770 си у них немножечко детализация повыше но это детализацию еще надо где-то услышать то есть нужны специальные наушники если вы прям такой прожженный аудиофил то берите что-то реально на цапе это же мобильное устройство которое не жалко которое можно взять с собой в путешествие который проработает реально вам вы поедете в путешествие вернетесь в путешествие и аппарат все еще будет держать заряд и все еще будет играть для вас музыку карты памяти подержится до 64 гигабайт есть кнопка reset громкость это у нас светодиод когда подключаешь его компу как я уже говорил может заряжаться играть кнопка включения линейный выход и наушники ну и все эта кнопка вперед назад меню и возврат эта кнопка play пауза очень удобно что play пауза вот так вот он у меня уходит в карман или на ремень и его так цепляю с вот таким чехлом никаких чехлов в комплекте не было то есть я вот так вот достал сразу вот эта кнопка под пальцем это очень удобно пауза отжали паузу единственное что с громкостью конечно не совсем корректно то есть громкость чтобы сделать надо перевернуть его а большинстве случаев поскольку снизу громкость он используется вот реально вот так лежит кармане то есть вот так реально в кармане повредить или в сумке провод то есть проще вот так я воткнул закрыл на ремень повесил или закинул в сумку в карман неважно куда и слушаем ну все на этом все ставьте лайки друзья подписывайтесь на канал кому понравилось видео пишите свое мнение в комментариях если я что-то забыл сказать друзья обязательно напишите в комментариях будет еще текстовый обзор в котором я допишу то что вот не осветил видео обзоре всем спасибо друзья всем пока реально кстати мне понравился шикарный реально шикарный не ожидал откуда к круть